вечер добрый друзья поздравляю вас с воскресным днем с малой пасхой также поздравляю вас изнесением чеснок древа господне здравствуйте вот вижу каждое воскресенье это малая пасха это для общего развития каждое воскресенье малая пасха и одна у нас пасха великая праздник всех праздников так называемая увижу станислава у него день рождения было поздравляю тебя дорогой многое лето тебе хорошо ли видно меня все ли нормально будьте добры подскажите мне интересно как все у нас показывается спасибо ну прежде чем вы зададите свои вопросы сегодня хотел бы еще одну тему обсудить тема достаточно так актуальная и интересная что такое вера и не и маловерие и сомнения вот наверно поговорим об этом мы молиться можно только на коленях все по силам я думаю если есть желание то можно и на коленочках помолиться ну давайте все-таки озвучим что такое вера мы понимаем что это духовная необходимость это наша жизнь потому что неверующего человека в принципе нету есть люди религиозно верующие есть люди просто верующие во что-либо вообще каждый человек во что-то доверит но другое дело каким образом его это ему помогает ну допустим если это крещеный православный спасибо господи сергей то он когда ну я по крайней мере что замечаю да но надел знак зодиака зодиака да там не суть важно лев или еще кто-то его спрашиваешь зачем ты его одел ну вот это ж знак зодиака вот я овен в кавычках баран ну думаешь ну как каким образом соотносится вот ты православный и этот знак зодиака но с какой стороны вообще это к тебя касается тебя кто к ты кому обращайся к барану этому что он тебе помог оградил от всяких простых лукавых нелогично если мы обращаемся молитвенно никак вообще это порой даже смешно когда едешь машине и слышишь там какой гороскоп вот там водолея в течение этого дня или недели будет такой-то миллионный человек который ассоциирует себя с этой глупостью начинается начинает верить и ждать программировать себя на это ну созвездий тысяч и тысяч все завязано на каких-то только 12 задекальных но есть даже созвездия креста ну чем и крест тогда не носим если и это тоже созвездие есть есть крест есть ангел феникс дома массу каких социативно можно все параллель провести с православием но вместо того чтобы чего трепещут демоны мы наоборот это себя снимаем они к и горит я снял крест меня проблемы закончились до проблем это не не от креста твоего безбожия но все-таки вот давайте порассуждаем вот взять хотя бы вы помните как петр по пророчеству господа горит три раза ты от меня отречусь а пока даже еще петух не прокричит он говорит да как же так ни в коем случае он говорит вот так и будет но вот смотрите интересный пример когда в гефсиманский сад приходит иуда с вместе стражниками начинает петр проявлять такую ревность выхватил меч урезал ухо одному из пришедших воинов то есть смелый такой смелость провел почему же тогда он отрекался уже вроде ему такая скоротечная смерть уже не грозила ему женщина сказала ты вот наверно учи никого нет нет он отрекся почему же так почему иуда отрекся пытался вроде как бы исправить свою ошибку серебряники вернул а тем не менее все равно удавился то есть в этот момент уже у них внутри не было твердости преобладал над ними на страх такой животный а когда у человека в сердце благодатливое божие ему принципе не страшно посмотрите как относятся допустим праведной жизни люди к смерти и обычный мирянин как относится обычный мирянин он боится смерти он боится болезни а верующий человек он не боится смерти потому что он понимает что для него это лишь успение будет он в свое время там возрасте не возрасте хотя мы просим у господа чтобы наша наш последний час был безболезнен и непозорный и услышать добрый ответ на старшем судище но тем не менее но не боится по что он живет правильной жизнью он ждет этой встречи с господом вот не торопится он у не ускоряет но он живет такой жизнью чтобы ему не было стыдно предстать пред богом вот как во вкафисте слава богу за все звучат такие слова что благодарите о господи за то что ты сердце дал мне покой потому что там христос вот поэтому делаем вывод что без бога не до порога что такое версус вы мне переведете так почитаю вопросы ваши которые вы к константин версию ждете но вот вы поясните что такое версус я надеюсь что я не сильно тут в этом плане безграмотный мы не для меня это новое слово готов у вас поучиться с наступающим меддома спасом еще раз спасибо господи каким людям относятся атеисты каким безбожным людям может быть не нашедшим еще тот свет христов который по сути нам дается благодаря богу понимаете вот парадокс до 20 века все веровали бога а с 20 с 21 веке скажем так всем надо стало доказывать что бог есть но это абсурдно скажем так это главный успех лукавого чтобы не бога не в него никто не верил и всячески говорю что это глупость какая-то я вам свою свою очередь все очень грамотно делает простите тут у нас коты так когда уже духовенца своей полноте возвысит свой голос против фильма матильды ну скажем так кричать на всех сторонах что ни в коем случае не ходите давайте с транспарантами стоять чтобы никто не пошел на этот фильм но это глупо понимаете церковь должна высказаться я уже в предыдущих эфирах и в храме пусть после службы на пробке говорю что я не благословляю не всячески против просмотра этого фильма потому что это глумление над памятью императора который по сути заслужил своим страцотерчеством своим мученистом чтобы как минимум как святому к нему достойно и благовейно относились в этом же фильме просто попирается его память но с одной стороны это не удивительно в семнадцатом году революции уничтожили царскую семью в 2017 пытается об нее ноги вытереть по сути уроки столетия на многих не научили тому что должны были научить если больше высказываться против официально там это еще больше рекламу создаст этому неблагоразумному фильму в разуме господи их авторов чтобы они в следующий раз что-то доброе сняли они очередную грязь по мне так это недостойный поступок кричать православным не ходите постоянно так вы же православный покажите делом свою любовь и отношение к святым где же вы какие православные если вы вас еще призывать надо какое-то благоразумие то должно быть а твердость по высказыванию конечно мы ну не могу за всех отвечать а я однозначно не благословляю ходить на этот фильм и основная причина если ты нормально не знаешь истории если ты не твердо вере своей то этот фильм конечно может поколебать твою веру я трейлер смотрел это такое позорище нашей культуре скажем так и историческому наследию поэтому не благословляю дядя толя не знаю что у вас тут нашли расскажите пророка алью но это конечно такая выдающаяся личность в истории очень ревностный нужно сказать что он собственноручно у многих скажем так уничтожил как плесень определенную хотя вот видите это ветхий завет до рождества христова где был такой негласный закон око за око зуб за зуб и были часто и и внутри своего народа какие-то восстания и гонения так и внешние за отступление от бога но ведь я господь его воплоти взял на небеса за его сугубо ревность и любовь на свои спасение спасение своей души и в частности во втором пришествии христа он один из пророков будет который послан перед господом его часто изображают с именно с тем кинжалом как бы таким большим которым он уничтожил то есть такой ревнитель и в пустыне он подвязался то есть он своим примером показал любовь богу так расскажите и расскажите это мать сатаны ну я не знаю какой матери вы говорите давайте мы немножко эту реархию периодически все равно возникает этот вопрос давайте обозначимся основываясь на священном писании а не на каких-то прибаутках и псевдо сочинениях давайте так есть господь и господь прежде единицы как мы читаем в священном писании то есть прежде первого ангела родил сына свою единородного ну грубо говоря пластилин возьмите отделите вот это пластилин это пластилин так от живота ради то есть от жизни господь породил жизнь дух святой исходит от отца тут чем такой один из догматов православной церкви что сын рождается дух исходит после этого господь сотворяет ангельский мир и первый ангел был деница переводится он как несущий свет но к сожалению возгордившись и почувствовал свое величие значимости этот свет поморочился и он уже не стал скажем так соответствовать этим словам он стал уже не несущий свет а несущий тьму и разрушение и всякого рода обман и порог а вот это первый ангел а с ним уже отпали другие как бы таки меньше иерархические иерархии ангельской тоже есть девять чинов от меньшего к большему так и и противоположно скажем так симметрично анти ангельский мир имеет свою иерархию поэтому у лукавого есть много имен для того чтобы быстрее обольстить человека а как такой матери о котором вы задаете вопрос у него нету по преданиям других там конфессия буддизме да там это холи то мать лукавого там она приносит себя в жертву за своего сына бросается в огонь но потом этим пеплом которая в которой она превратилась до сегодняшнего дня символично обсыпаются индуисы индуи буддийская религия и при пытается их свою культуру привить к нам но это конечно прискорбно кто на это поддается забываем свои корни забываем то богатейшее наследие которое у нас есть так давайте дальше как вы относитесь к рабству как я отношусь я раб божий больше ничей только вот в чем рабство это давайте уточнимся если мы не ассоциируем опять-таки рабство как служение кто такой раб это тот который служит своему господину вот я хочу служить господу я священник я ему служу тем и второстепенно служу людям при пытаясь принести пользу если я раб божий то я спасаю в том числе свою душу и помогая людям если я раб лукаво то я живу только одним грехом в нем не каюсь и несу добро а всяческие любви обманываю подставляю убиваю все тому подобное для меня это получи получится нормой а в остальном рабство опять-таки с каждый человек порой сам себе оставить те условия рамки которую приходится ему раболевствовать есть параллель и этому человекоугодие то есть ты общайся с ним из-за того что ты зависишь от него на опять-таки но тебя же никто не заставляет пожизненно с ним общаться или работать на него у тебя есть свобода выбора богом данной и никто ее забрать не может вот таким образом я отношусь к рабству тут рабство можно и семейной жизни сказать что ты служишь своей семье своим детям супруги ну бывают разные ситуации жизни когда-то уже как на выживании в семье находится то есть разное бывает что посел то и пожал приветствую как дальше читаем как нужно отмечать мне довый спас пойти в храм помолиться осветить мед и его здравия души и тела его вкушать так могилу почитает поясните ладно дальше расскажи про уже рассказал рэп баттл в котором участники и исполнители рэпа и хип-хопа соревнуются с живым словесным выступлением и житаль коту оцени судьи ну я не рэпер уж простите в этом баттле я участвовать просто не смогу сатану возможно убить ну я бы сказал бы не самого его а в себе можно в принципе погубить его а ведь те святые которых господь сподобил близ себя это те же самые люди которые больше старались возлюбить и послужить богу чем греху и всякому пороку поэтому можно сказать в себе можно погубить а вот каким-то от оградить себя крестное знамение молитвы можно это скажем так не наша возможность это воля божия я не раб божий я человек ну слава богу что вы человек хотя вы знаете иногда когда люди напьются до свинячьего визга сказать что они люди не всегда скажешь к сожалению что вы не раб божий получается вы противоположны тогда раб греха и порок ну это ваш выбор поэтому я вас не сужу разуме вас господи кто такой лукав тоже может лукавый вы хотели спросить тот же самый лукавый без который имеет многие другие имена на руси до революции у церковников были свои крепостные холопы может и были понимаете тут все в сегодняшнем ну мы пытаемся как-то из пальца высосать что у священников что-то есть что-то нету ну давайте все-таки скажем ну 21 век ну вы сами ездите на машине ездить чем хуже священник он такой же человек который вот я вот год на машине проехал 42 тысячи много это мало я считаю что это много сколько бы я не имея машины помог бы людям и сделал какие-то важные дела если бы у меня не было машины на ослике ну это глупо ну давайте мы уже все-таки объективно смотреть на вещи есть какие-то вот я веду трансляцию многие говорят интернет мобильный компьютер это зло ну ну что же зло и можно убить но также можно отрезать хлеб и накормить человека ну чего мы из пальца высасываем ну это же бред какой-то были холопы там крестьяне крепостные ну может были вот приходит ко мне в храм батюшка дайте мне работу мне ничего есть мне негде жить ну вот я ему даю работу допустим ну что он холоп мой крепостной крестьянин или что ну ему нужно кушать он пришел он кушает он потрудился заработал я думаю может в то же время то же самое было я сильно не буду сейчас на это заострять внимание но ну не высасывайте вы из пальца проблему мы видим всех кроме себя это главная проблема наша поэтому мы несчастны что не можем сами в себе для начала разобраться ну простите я пойду дальше по вопросам гаванской декларации патриархом кириллом и франциском были подписаны подписаны декларация в которой есть пункт о запрете про зелитизмах так как мы являемся с католиками братья значит теперь нельзя призыв призывать к чему призывать может быть ниже дальше там потом вы напишите ну я вот что по совести что скажем по догматам церкви вы же поймите патриарх патриархом никто не спорит это глава церкви но есть святые отцы есть священное писание слово божие но он никакой патриарх любой он не выше господа он не выше авторитета святых отцов которые оставили свое наследие вот на это в первую очередь основывайся ты прислушивайся порой проявляешь послушание смирение своему правящую рахерию патриарху но все равно есть определенные догматы которые были сообщно скажем так установлены на вселенских соборах по местным соборам то есть соборами а не одним конкретным человеком слава богу у нас патриарх не безгрешен и все что он говорит это не догма догмат это то что принимается полнотой всей церкви русская православная тихийская иерусалимская всей полнотой перечислять церкви дальше можно поэтому призывать я призываю какие проблемы так далее пойдем добрый вечер добрый вечер откуда пошло отмечать медовый спас ну тут вообще конечно хороший вопрос я благодарю за него нужно сказать что у нас немножко происходит подмена понятий я иду в храм чтобы осветить мед мед а не помолиться это вот есть разные вещи нужно их не путать потому что у нас такое какое-то полуязычество или вообще говорят что ни в коем случае нельзя кушать мед до преображения или яблоки ну как как нельзя ну господь тебе дал эти плоды и кушай на здоровье не вижу вообще в этом проблемы другое дело что я посмотрел кое-что тут простите вопросы еще параллельно присылают другое дело что к этому времени созревают плоды и мы в знак благодарности господь помог нам эти плоды израстить мы принесли и где-то на храм пожертвовали там что для нуждающих пожертвовали и пожалуйста осветили кушайте и освещенные поэтому мы пытаемся из найти вошь а слона и не замечаем знаете такой поиск поиск в шее мистификаторов такой глупость подмена понятий глобальное нужно смотреть глобальное это душа что полезно душе прийти помолиться прийти в храм как сугубое место пребывания бога сугубое поскольку он сам еще в ветхом завете заповедовал сделать скинье но это это самое главное откуда пойдет это как бы уже привязка преображение праздника спасание рукотворного если в двух словах когда царь Авгарь болел он послал слугу к своему вернее послал слугу ко Господу чтобы тот пришел привел его и чтобы он исцелил его а он взял умылся взял полотенце современным языком выражаясь обрус приложил к лицу своему и на этом обрусе отпечатался его лик который не высох такое чудо Господь сотворил и говорит пусть приложится помолится и исцелится и вот знак того чуда исцеления царя Авгаря вот один из скажем так спасов спас переводится как спаситель то есть определенными историческими библейскими сюжетами связаны эти праздники событиями так расскажите по слепую Марию я честно говоря не знаю какой Марию уточните потом расскажу если знаем говорят если мурашки по коже то это типа последние черта это правда мне друзья сказали может быть шутят смотря когда честно говоря если ты летишь на 180 по трассе и тебя начинают заносить и мурашки пошли может быть это и последние мурашки понимаете мы очень часто чувствуем физиологии своей пребывания каких-то мистических моментов рядом с нами в том числе допустим мурашки могут и в том и от молитвенного состояния но опять таки и лукавый может на фоне этой эмоциональности и нашего физического ощущения в том числе и повлиять на нас то есть обманом таковым лукавством поэтому нужно быть очень осторожным со своими эмоциями и физическими ощущениями потому что можно в прелесть такую серьезную впасть очень надо осторожным быть еще раз вас призываю так далее так может быть и шутят но опять-таки надо конкретно по каждой ситуации поэтому крестик ребенку сомому можно ребенку покупать или ребенок сам должен купить я думаю конечно вы должны купить во-первых ребенок может не знать какой это крестик канонические не канонические католические это или правосланные или протестантные если мы православные то мы смотрим, что ножики были вот так. У католиков ножки вот так, одна на одну. Мы должны посмотреть, какой он крестик. Значит, осветить его, прийти в храм, попросить батюшку, чтобы осветил. Конечно, мы должны выбирать крестик. Ну, если он уже какой-то взрослый ребенок, потому что, допустим, мы уже и старости своих детей детьми считаем все равно. Но если он более-менее взрослый, то, конечно, можно ему дать возможность выбрать этот крестик, а вы уже купите, как его, скажем так, любящие родители. Далее. Здравствуйте, Виктор. Дальше. Откуда деньги на машину, если вы не получаете ЗП? Почему не получаем? Мы законопослушные граждане нашей державы. Зарплата у нас есть обязательно. Мы платим налоги, подоходные налоги, имущественные налоги, земельные, коммунальные налоги. Мы находимся в, понимаете, в области юрисдикции. Мы отделены от государства. Но мы в государстве. Что значит церковь отделена от государства? То есть государство не говорит, ребята, уйдем на манифестацию. Ребята, вы должны сделать то. Вот в том-то и заключается. Но мы с государством, мы соработничаем. Если, допустим, администрация хочет провести какое-то мероприятие направленное в рамках антинарка, профилактики, там, табу курения, наркомании, и приглашает нас. Мы вместе с ними, мы с духовной стороны говорим о вреде, допустим, курения, такого постепенного суицида. Они говорят с медицинской, другие социальной. То есть вот вам сорабочество. Но мы в государстве. И у нас есть зарплата. Если вам сильно интересно, какая у меня зарплата, ну, это каждый может поверить, может не поверить. От 12 до 15. Много или мало? Ну, с одной стороны, мало. Но было бы у меня 115. Тоже, наверное, было бы мало. Потому что, как вы прекрасно понимаете, чем больше доходы, тем больше и расходы. И чем больше есть, тем больше хочется. Хотя я миллион раз уже убеждался, посещая малоимущие семьи, что когда денег меньше, чем, скажем так, их есть, то семья гораздо счастливее. Каким образом? Допустим, нету мобильников там, навороченных. Люди вживую общаются. Нету интернета. Опять-таки вживую общаются. В библиотеку пойдут, понимаете? Почитать. Словарный запас больше у людей будет. Вот вам. А сегодня, допустим, я в Краснодаре и был. Сейчас появились вот эти, честно говоря, названия. Правильно не помню. Когда два колеса сбоку ездят. Типа наших скейтбордов. Только на двух колесах ездят. Электрические такие. Но люди вообще скоро перестанут двигаться. Скоро в жиром заплывем. Вы понимаете, что происходит? Мы деградируем на фоне наших каких-то эволюционных разработок. Поэтому есть зарплата. Отчисляем налоги. Откуда деньги на машину. Ну вот я вам за себя опять-таки отвечаю. Начинал я с москвича 412. Поставил себе цель. И шел к ней этой цели. Брал кредиты. Занимал. Отдавал понемногу. Родители, дай бог им здоровья. Вот сейчас у меня опять-таки машина. В кредите пополам платим с ними кредит. Дай бог им здоровья. Они помогают. Без родителей, я думаю, до сих пор бы на колени бы ездил. А не на кроссовере. Ставить надо цели и работать. Вы думаете, я только могу выжить на 15 тысяч зарплаты храма? Да это глупо. Естественно, я пытаюсь чем-то еще заниматься. Какие-то лекции читать. От чего можно, скажем, не нагрешив, хоть как-то копеечку подзаработать. Преподавание и тому подобное. Естественно, на одну зарплату церковную не выживешь. Так и сейчас у них вся Россия холопы. Ну, это ваше мнение, к сожалению, сочувствую вам. Не хожу в церковь, это плохо. Ну, скажем так, это нехорошо. Заставлять вас не стоит. Призвать, да. Почему мы должны, по сути, в церковь, в храм ходить? Потому что это норма нашей духовно-нравственной жизни. А куда еще идти? В клуб идут поплясать. Поразвлекаться. В кинотеатр, ну, может где-то эстетически отдохнуть, отвлечься. Фильм посмотреть. Нормальный, если это хороший фильм. Я не говорю, что не хожу в кинотеатры. Я вот буквально на днях сходил на «Валериан». Ну, спецэффекты, скажем так, сюжетная какая-то линия. Все-таки нация хотела выжить. Ну, в принципе, более-менее фильм мне понравился. Можно и с духовной стороны что-то там и хорошее, и плохое посмотреть. И подчеркнуть. Ну, я думаю, что тут вопрос-то в чем? Храм. Зачем храм? Он для души нужен. Как святые отцы говорят, это единственное место для измученного мира. Вокруг, представьте, буря, а храм – это лодка, которая может вас спасти. Ну, вот, с этих соображений, поэтому и нужно ходить в храм. Может быть, для начала, когда нет службы, пришли, тихонечко постояли, помолились, свечку одну поставили. Можете и не поставить. А потом уже, потом уже и на службу прийти. Все постепенно, по необходимости. Я не знаю, как без храма можно жить, честно говоря. Как ищу душу свою. Идти к психологам, к психиатрам. Вот они уж точно выкачают деньги. А в храм ты пришел, тебя никто не заставляет ни свечку не покупать, ни записку не писать, ни о ком. Ты пришел, постоял и ушел. Никто к чему тебя не обязывает. Это твоя свобода выбора. А вот психолога за их консультации вы уже не отвертите. Придется платить. Значит, теперь нельзя призывать католиков покаяния. А значит, чин присоединения католиков в православной церкви аннулирован или нет. Не совсем понятный пункт. Да, по сути, их никто и не призывал. Давайте критично скажем. Кто их призывал? Или они сильно хотят, вы думаете, присоединиться к православию? Да не особо они хотят. Они комфортно себя вполне чувствуют и живут и без православной церкви. Другое дело, что они очень сейчас свои духовные позиции теряют, свои костелы под ночные клубы сдают и тому подобное. Призывать? Да призывать всегда можно. Но что значит, нельзя кого-то к чему-то призывать? Призывать это мой родной, иди в храм. Здесь Бог, здесь спасение души. Кто мне это может запретить сказать? Никто. Я что, зову его в ночной клуб, там наркоту какую-то принимать? Нет. Я его призываю, чтобы он спас, как минимум, попытался свою душу. А я ему помогу, если он того захочет. Но никак не более. Поэтому была бы возможность, призвал. Далее. Как вы думаете, когда патриарх Кирилл умрет, кто станет на его место? Да дай Бог ему здоровья, многих лет жизни, нашему святейшему патриарху. Но станет на его место, как минимум на время, это место-блюститель, который на время его, скажем, замещает, пока опять-таки не выберут нового патриарха. Разными способами это бывает. Последнее было, когда все иерархи собирались и методом, несколько кандидатур выбирали из них трех, скажем так, писав имя на записочке и уже отдавали потом для этого почета. Такой, я бы сказал, демократичный выбор. Кто будет? Господь как управить, поверьте. В истории церкви разные случаи были. Одного выбирали, а Господь потом его и прибирал. И такие были случаи. Далее. Здравствуйте. Мы хотим крестить ребенка. Нам сказали, в церкви стоит две тысячи. И батюшке дать не меньше тысячи. Тут, во-первых, разные храмы, разные пожертвования. Дать что-то батюшке еще лично, это тоже на ваше усмотрение. Мне никто, нет, вру, за девять лет одни люди мне дали, по-моему, тысячу или полторы знак благодарности. Как бы им очень понравилось, как я это таинство провел. Ну, спаси Господи, дали, дали. Вот смотрите, за девять лет, за девять лет одна только. Поэтому ни в коем случае не хотите, не давайте. Относительно пожертвов две тысячи. Ну, я тут все соизмеряю, понимаете. Мы говорим, что в церкви столько. Ну, давайте мы скажем, а сколько вы потом на застолье потратите? На те же самые салаты и выпивку? Две тысячи? Да ни в коем случае, не меньше до десяти тысяч, я так предполагаю. Не могу утверждать, не знаю вашего финансового возможности. Но если у вас какая-то тяжелая жизненная ситуация, подойдите к священнику и скажите, батюшка, ну вот у нас тяжелое обстоятельство. Можете ли вы, во слава Божьей, безвозмездно покрестить? Я думаю, любой покрестит. Я бы сто процентов покрестил. Если вы вот живете, к примеру, в станице Ленинградской, где я служу, подойдите ко мне, вообще вопросов не будет. Я очень часто и делаю, не в похвалу будет сказано, а для того, чтобы видели, что это не коммерческая организация. Церковь это мы с вами, и мы порой друг друга тяготы носим. Понимаете, если бы церковь не расходовала электричество, батюшка питался бы одними листиками со своей семьей, то я понимаю, что в церковь ничего не нужно. Но я вот не представляю, как я приезжаю домой и говорю, вы знаете, я даже ему кусков хлеба не привез, потому что я должен все безвозмездно делать. По силам, возможностям делаем. Поэтому насчет батюшки, что-то ему лично дать, это ваш личный вопрос и желание. Не хотите, не давайте. Относительно пожертвования, за счет этого пожертвования также будет содержаться храм, а также сотрудники получат зарплату, также купятся те же самые свечки, чтобы люди пришли, могли их поставить. Бесплатно ничего нам, никто ничего не дает. Поверьте, вам не передать, сколько приходится всего отдавать. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Екатерина. Дальше. Я считаю, что деньги должны люди давать, кто сколько может. Правильно. А то уже цены на услуги делают. Ну, не цены. Это определенные критерии. Понимаете, вот я вам случай расскажу. У меня папа-освященник, как вы многие знаете, я уже неоднократно об этом говорил. Он делал такой опыт, в Греции такой есть опыт. Он никаких не говорил эквивалентов относительно 10 тысяч, 1000, 100 рублей. Он ставил блюда. И после танца крещения или отпевания люди клади столько, сколько считали необходимым. Но, к сожалению, это не Греция, в которой государственная религия православие. У нас, поверьте, вот уже основываясь на опыте, видя опыт папы, вот я наблюдал, что клали 100, 200, максимум 700 рублей. А когда в конце у тебя месяца приходит квитанция, тысяч 10 за газ, что дальше делать? Что делать? Ну, что делать? Вот реально, закрыть храм? Ну, кому от этого лучше станет? Назовите мне хоть одного человека, которому легко будет, если закрыт. Атеисты, безбожники, может быть. Но не как человеку, которому нужна душевная помощь. Не как верующему человеку. Так, вот и машины, и квартиры у них есть. Как у всех людей. Машина у меня есть, и дом родительский есть. Вы же не бомжуете, вы же в подвалах не спите, на Запорожье не ездите. Это, понимаете, это вещи какие-то, вот, вечно глупые. Есть. Есть или не есть. Все по силам. Мы не задумываемся, когда приходят к хирургу и... Сейчас, секунду, у меня компьютер потух. И вам говорят, вот ваша операция будет 100 тысяч. Вы же не говорите, вы же клятву Гиппократа давали. Вы должны безвозмездно все это делать. Вы ищете деньги, потому что вы понимаете. Если сейчас операцию вам не сделают, пойдут осложнения. Вы понимаете, что его семену даже кушать. Это его работа, он профессионал своей деятельности. Почему же мы тогда должны только все делать за спасибо? Так же кушаем. Машины, квартиры. Ну, кого-то есть, кто-то их приобретает. Слава тебе, Господи. Надо радоваться, учиться за людей, понимаете. Вот у вас все хорошо. Кристина Шальнова. Я рад за вас, если у вас есть машина. 10 машин в семье. Да слава тебе, Господи. Значит, вы трудолюбивый человек. К чему это зависть? К чему это высасывание с пальцем? Да порадуйтесь вы, если есть у кого-то. Я не беру. Тут священник это, не священник. Слава тебе, Господи, если у человека что-то есть. Дальше. Отпустите мне грехи. Ну, онлайн такого еще практики нет, понимаете. Отпущение грехов происходит на таинстве исповеди. А таинство – это Божье дело, при котором читаются необходимые молитвы. Я должен в определенном облачении быть. Это не игрушка, поверьте. На таинстве исповеди душа для Бога раскрывается. И каетесь вы, в первую очередь, Богу. В те греха, которые душу вашу гложет. А не просто так отпуститесь и все. Нужен подвиг личный. А не на блюдечке Богом не подайте. Слава Богу, у нас еще такого бреда нет. Это у католиков где-то уже такое поднемшку появляется. У протестантов. Так. Подождите, дайте ответить, пожалуйста. Я просто... У меня много смс пришло, поэтому я понемногу пролистываю. Вы пишите, я потом буду отвечать. На мне грехи. Ну, так же, как и на каждом. И у меня есть грехи. Так. Не успевает, да. Батюшка, расскажите, что нужно брать с собой на крещение. Расскажите о крещении, пожалуйста. Ну, что нужно для крещения? Если это ребеночек, да и взрослый человек, это полотенчик. Нужно, чтобы оттереть потом там, или если ребенок, ребеночка. Если это взрослый человек, там голову. Если, опять-таки, в разных храмах, есть и бассейны, как бы аптестерии, можно так же. Нужно с собой. Ну, в храме вы там свечку возьмете. Что нужно еще? Ну, это я как для себя рассказываю. Крестик, допустим, если в храм взяли, он освященный. Если вне храма, там где-то, значит, его нужно освятили. Главное, чтобы он был канонический. Ну, остальное уже, в принципе, там храме, церковная лавка, там вам уже все разъяснять. Мне лично, как для священника, нужен человек. Если это маленький человечек, где деточка, это крестные родители и кровные родители. Крестик. Крестным родителям две свечечки, два, если крестных родителей, каждому по свечке. И все. Мне больше ничего не надо, конкретно для таинства. Все остальное, это уже, скажем, от меня будет. Дальше. Почему нельзя материться, делать татуировки? Материться, мат, это осквернение, сквернословие. Мы себя губим своими же словами. Святые отцы говорят, что сквернословие – это беседа, в кавычках, молитва с лукавым. Ну, кого зовем, того и тот и приходит. А делать татуировки – это, скажем так, во-первых, уродование своего тела. Даже, наверное, это не первое, это второе все-таки. А первое – это в Ветхом Завете еще, это в книге Левит, по-моему, 19 глава. Стих, я уже не помню, по-моему, 28-й. Если не ошибаюсь, там Господь говорит, ради умерших не изображайте на своем теле ничего и не повреждайте его. То есть, ни татуировки не делайте, ни шрамируйте, современным языком выражаясь. И заканчивается это, скажем так, высказание, послание «Я Бог твой». То есть, Господь запрещает делать уродство на своем теле. Тело стареет, к сожалению, дряхлеет, и ничего от этого красивого не будет. А некоторые татуировки еще и опасность себе несут. А когда ты не понимаешь, что они значат глубоко, особенно для людей, которые заключены в неволе. Так, ты грехи отпустишь? Я не могу отпустить грехи, скажем так, по интернету. Это уже такое извращение таинства. Расскажите про слепую Матрону. А, Матронушка. Теперь понятно. Вы просто немножко поясните. А то Матушка, Матушка, тут же разные бывают. Матушки, скажем так. Матронушка. Святой в жизни человек, который Господь почти от самого рождения, закрыв глазки, благочестивой жизнью она жила и ее родители, он и открыл, скажем так, духовный глазок, через который она могла бы помогать людям и, скажем так, получила, дал дар прозрения, прозорливости, вернее, простите, прозорливости. Вообще, очень интересная, выдающаяся личность. Довелось мне приложиться к мощам ее. Не могу сказать, что прямо меня там осенило как-то, но определенно ощущение благодати и трепета, конечно, было. Я думаю, это большая тут будет история о ней. Поэтому, я думаю, может быть, как-то в следующих эфирах, потому что мы уже 51 почти минуту беседуем. Или я с вами беседую. Благодарю вас за вашу активность. Я, наверное, скину потом ссылочку конкретно на житие, чтобы вы почитали. Далее. Ты грехи отпустишь. Бог простит, и я прощаю. А на Таинстве Исповеди конкретно уже будьте конкретно оказываться в те греха, которые вашу душу гложет, как раны. Так. Мы все грешные, да, к сожалению. Даже, по-моему, Давид Псалмопевец в одном псалме пишет, что и во грехе храдиме мать и моя. Во грехе, в принципе, рождаемся, но через Таинство Крещения омываемся от греха родительского, прародительского. Господь нас милует, дает нам шанс быть чистой душой, а не лукавой. А вот лукавить в наглую и не стесняться – это грех? Да лукавить, в принципе, грех, поэтому я думаю, тут хоть в наглую, хоть не в наглую. Лукавство как обман. Скажите, а можно покрестить в 7 лет? Можно хоть на смертном одре покрестить? Конечно, норма на 40-й день крестить деточку, найдя уже достойных крестных родителей. А в 7-летний возраст, в принципе, уже порой и поздно. Ну, я шучу, конечно, поздно. До самой старости все это допустимо. Когда на архиерейском соборе решится вопрос по ИНН, до сих пор нет решения по этому вопросу. Вы знаете, я скажу, наверное, критично, вопрос, наверное, вряд ли этот вообще решится. Святейший Патриарх выступил с предложением, обратясь к Думе, правительству, чтобы, вы знаете, сейчас хотят электронные паспорта ввести, в которых в себе будут включать все – и водительские права, и пенсионные, и все документы в одном, скажем так, носителе электрона. Естественно, многие не хотят, даже, скажу честно, я бы этого не хотел, потому что всякая электроника, она может размагнититься, этот чип может поцарапаться из-за каких-то обстоятельств непредвиденных. А в нашей России очень проблематично восстаны документы, поэтому для меня проще. Отдельно у меня водительский, отдельно у меня бумажный носитель паспорта, паспорта, поэтому дай Бог, чтобы услышали, поддержали, чтобы он призвал дать людям православным иметь те документы, которые для них более привычны. А относительно ННН, тут можно писать письмо, просьбу о том, чтобы у вас с вас сняли это цифровое наименование. Но, опять-таки, сразу тогда вы должны понимать, что вы отказываетесь от пенсии, вы отказываетесь от каких-то работ, где официально нужно отчислять подоходный налог. Ну, вот эти вещи надо сразу учитывать. Можете, в принципе, сразу и паспорт сжечь до полного счастья, потому что быть в одном вере, а в другом лукавом, это уже лицемерие. Может быть, и решится. Для меня это не самое главное. Для меня главный момент, вы вспомните, паспорта советские, там и петограмма была, пятиконечная звезда, и другие всякие масонские изображения, но это не мешало, скажем так, кто ходил в храм, тот и ходил. Сегодня то же самое. Для меня бумажка незначима, для меня значима, вот если меня спросят, отрекаясь от Бога, чтобы я в тот момент не отрекся, даже если мне скажут, что тебя убьем. Вот это главное, а не какая-то там бумажка, которая, в принципе, не знаю, где она и что с ней. Батюшка, спаси вас Господь, и вас, спаси Господь, как вы относитесь к палу травы местных жителей? Палу травы? Я, честно говоря, не знаю, что такое палу травы местными жителями. Палу травы. Поясните, пожалуйста. Батюшка, прочтите молитву. Господи Иисусе Христе Божий, Сыне Божий наш, помилуй нас. О, простите. Так, прочтите. Я просто чуть-чуть позже уже дохожу до ваших сообщений, пока отвечаю на другие. Батюшка, пожалуйста, расскажите об ННМ. Это цифровый код, это, по сути, уже при рождении ребенка ему это присваивается, как налоговая, как какой-то численный момент. Но, понимаете, ННН – это не три шестерки. По сути, три шестерки мы боимся больше тогда, когда мы отдаляемся от Бога. Чего нам бояться, как в Священном Писании мы читаем? Что нам бояться, яка с нами Бог? Главное, не отречься от Бога. Вот это главное. А все остальное, ННН, чипы. Конечно, я не животное, чтобы меня что-то вживляли и как-то отслеживали. Я не преступник. Тем более, инородное тело в теле, оно может и отторжение получить. Так, здоров, мужик, и тебе привет. Ой, вы батюшка мой, да, извините. Вы согрешные, все грешные, и вы, и мы. Здравствуйте, здравствуйте, Снежана, ну ты молчишь. Я ставлю свечу всем. Правильно, прям молчи. Я хожу в храм. Храм – это священное место. Я, а не веришь в Бога, а не верить в Бога – это как? Так, как не верить? Понимаете, тут вообще вот интересный вопрос. Атеисты тоже говорят, нет Бога. А что вы говорите, что его нету? Что вы его отрицаете, если его нету? Если нет Бога, я ничего не теряю. А если есть Бог, я теряю все. Это надо запомнить раз и навсегда. Так, а у инопланеток есть Бог? У иных планеток. Бог везде сущ. Он везде, в любой точке вселенной, где бы мы ни находились. У Бога нету такого материального в нашем понятии. Вот я в этой комнате, а в соседней комнате меня нету. Бог трансцендентален, скажем так. Он и внешнего нашего мира, и монентен также нашему миру. Он везде сущ. У Бога есть такое свойство. Мы не можем Бога поставить в какие-то рамки. Мы даже не имеем права, скажем так, Бога подстраивать под себя. Это мы должны подстраивать свою душу под спасение ее, под Бога. Спасибо, Господи. Потом он на крузках есть. Господи, помилуй меня, Греша, на яхтах. Кто бы мне крузок подарил и яхту? Я бы молился всю жизнь за этого человека. А так приходится только сочувствовать тем, кто так думает. Так, вы молодцы. Спасибо, Господи. Так, глобальная секта. А вот прилетят инопланетяне. Что будет говорить? Ведь Бог не создал по своим. Ведь Бог не нас создал по своим. А инопланетян возникает вопрос. Кто создал? Ну, кто создал инопланетян? Сами собой. Сейчас у меня монитор потух. Кто их создал? Сами себя создали. У них тоже, наверное, большой взрыв был. Добрый вечер. Что делать, если близкий друг стал атеистом, ушел в язычество, был крещеным? Ну, если с духовной стороны, конечно, молиться о его вразумлении. Понимаете, к сожалению, до первой беды. Когда вот клюнет, тогда уже не вспомнишь, что он крещеный, что есть Бог. Никто не сомневается на войне, что Бог есть. Никто не сомневается, когда я уже в предыдущих эфирах это говорил. Когда он на смертном адрее. А вот когда мы зажрались, когда мы не знаем уже, как из пальца, что бы высосать, крузыки и тому подобное. Тогда уже, конечно, докажите, что Бог есть. Поэтому молиться о нем, призывать его, чтобы он оставил это языческое все. Я думаю, Господь вразумит и поддержит. А вы кто вообще? Священник Русской Православной Церкви. Настоятель храма новомучика и исповедников Церкви Русской. Деньги это грех вообще? Да, вопрос и ответ. Ну, деньги, наверное, собласка греху, я бы сказал так. Сами деньги не грех. Раньше ракушками рассчитывались. Сказать, что ракушки грех. Потом слитками золота, серебра. Сегодня бумажками. Это не материал сам, не грех. Вот что мы с ними делаем, как поступаем, вот это уже грех. Если мы используем, допустим, на погибель. А если я дал милостыньку, если я купил конфет или вещей в детский дом, это не грех. Поэтому сами деньги не грех. Грех то, что мы порой делаем для того, или как их заработать, обманывая людей, подставляя их и тому подобное. Или же противоположно, с них делаем добродетель. Вообще, есть, опять-таки, еще раз повторюсь, изумительно отцы-старцы оптинские говорили. Не важно, сколько у тебя денег, важно, сколько ты милостыни сделал со своих денег. Не важно, какая у тебя машина, там, уже современным звуком, Майбах, там, Бенкли. Важно, сколько ты подвез людей и не проехал на ней мимо людей, а сделал добрый день. Не важно, какой у тебя дом, одноэтажный или десятиэтажный. Важно, сколько ты приютил в нем. Вот что важно, понимаете. Может быть, и яхта, и машина. Только уж у тебя, если она есть, а ты для себя, как животное живешь, только потребительское. Вот что важно. Поэтому, если вы видите у кого-то, что это есть, порадуйтесь за них. Не суть важная, еще раз повторюсь, священник или это сосед. Чтобы в своей гнили духовной, в клаке не жить. Так, далее. Здравствуйте, у меня мать сильно больна в подкрепье, Господи. И я, и дочь. Диагнозы точные поставить нам не могут. И вопрос в чем? Я посмотрю, может, дальше вопросы задали. Ну, подкрепи вас. А, заказали сорокус. И молись. Молитесь, может быть. Сорокус это хорошее дело. Ну, я бы еще порекомендовал вместе с батюшкой помолиться в чине молебня. Молебень о болящих. А вообще, нужно конкретно знать, что за немощь. Я знаю такие болезни, которые врачи точно не лечат. Я, как бы, имею представление, как их излечить. Поэтому, самое главное, помнить, что излечивает и попускает болезнь нам Господь для вразумления. Так, далее. Он не читает чат вроде. Я просто не успеваю его читать, друзья мои. Пока я одно прочитал, потом вы уже другое пишете. Поэтому прошу вас проявлять к этому моменту терпение. А чего стрелки переводятся? А что вы делаете? Языком крепитесь. Крепитесь. Трепитесь, наверное. Да вот, не соглашусь я здесь, мои друзья. Понимаете, вы хотя бы с одним нормальным, со священником, поездите день. Утром выехать и вечером. Вы поймете, что вы просто, как бы, дипломатичное слово подобрать. Мягко выражаясь, ничего не знаете вообще. Ни о священнической жизни. Ни о том, чем они занимаются. Это, поверьте, один день со мной, хоть и вас один поездите, детский дом, старт дом, малоимущие, служба. Когда вы со мной вместе позавтракаете часа в четыре, вы поймете, а кушать хочется, а в глазах темнеет уже. А с утра я еще ничего маковые растеньки не держал, потому что я служил, я кушать ничего не могу. А на тыщак должен служить, чтобы предпочиститься самому. А в четыре уже вроде и мне плохенько становится. А бывает и не в четыре, а бывает и в шесть только. И ты, получается, раз в день только покушал. Вы просто недопонимаете, о чем вы говорите. Поэтому возьми вас, Господи. Так, что нам еще делать? Я думаю, если захотите, мы с вами потом в личке в чате поговорим. Или по скайпу, потом свяжемся по ватсапу. Нужно, конечно, мне конкретно знать, что за болезнь, чтобы как-то еще вам далее подсказать. Медленно отвечает. Ну, меня никто не гонит, а я вас насильно не держу, в принципе. Этот эфир у меня, скажем так, уже рекордно по времени идет. Поэтому меня тошнит. Ну, это плохо. Наверное, или что-то они съели, или разное бывает, или не то, скурили. К врачу надо. Он не читает чат. Я не успеваю просто читать. Читает, медленно отвечает. Верю в Бога, но не в церковь. Ну, для начала уже это неплохо. Кто верен малым, тот верен великим. Господи, помилуй, дядя в жопу. Ай, ну, это болящие люди, не будем обращать на это внимание. Кстати, в Ветхом Завете запрещены были продажи в церкви. Ну, в Ветхом Завете, скажем так, люди десятину отдавали на храм, потому что они считали себя частью церкви. Поэтому это единый организм был. А сегодня мы пришли в храм, вы нас облюбите, и еще ничего мы вам не дадим. Ну, не дадите, Бог вам в суде. Не хотите, не давайте, никто вас не заставляет. А знаете, что конец света 19 августа ждем? Уже 20 миллионов раз ждали, и никак не случилось. Когда Господь управит, тогда и будет конец света. Все в его милости и праведном гневе. Святой Айтет, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Пасха каждый год и в разные даты? Она зависит в том числе от еврейской Пасхи, от весеннего равноденствия, и она должна быть в ближайшее воскресенье, скажем так, относительно еврейской Пасхи. Если вы помните, Господь исполнил Ветхозаветную Пасху, а потом стал для всех сам уже Пасхой, принеся себя в жертву за грехи рода человеческого, как агнец, добровольно пошедший на эти крестные страдания. Ну, Пасха это Пасха, а Песох это по-еврейски, тоже, в принципе, Пасха это еврейский. Так, а мат считается грехом? Считается, где видно, чтобы батюшка трансляцию ввел? Вот вы видите, где видно, чтобы батюшка трансляцию ввел? Еще раз видите. Правда, что будет чипизация людей нанесения знака зверя? К сожалению, может быть и будет. Но у каждого есть свобода выбора, и каждый может от этого отказаться. Так, Андрей Агапов, а почему нет? Он ее ведет, чтобы просвечать людей. Кто не хочет, может отключиться. Я никого насильно не держу. Просто странно. Первый раз вижу. Слава Богу, что увидели. Внести духовность в общество. Если такому-то полезно, я рад. Вы читали труды преподавца Пегидия? Не читал. Если скинете ссылку, посмотрю, что это за батюшка. Что за человек. Добрый вечер, батюшка. Ездил с вами на православный зов. Да, хорошее действие. Это молодежный форум православный. Есть, в епархии был. Было очень здорово. Спасибо вам. Во слава Божьем. Покажи. Покажи кадил. Кадилам. Кадиля. Кадила в церкви. Собой не ношу. Спасибо. Веришь в Бога? Верую. Подкрепи, Господи, порой мою слабость. Верю. Если я батю завалил за чекушку, Бог простит. Ну, если вы пьяный были, скажем так, а сейчас сокрушаетесь, и тогда себя не контролировали, и сейчас пытаетесь всячески свою жизнь вести добродетельно и благоразумно, и катись, то мы вспоминаем о разбойнике благоразумном, который зашел в рай с Господом. Но после того, как покаялся, изменил свою жизнь. Это нелегко, поверьте, молиться. Вы попробуйте хотя бы утром, вечером молиться. Вот по тому, скажем так, обряду, который для каждого православного христианина есть. Утреннее правило и вечернее, а сон грядущий. И каждый день в системе. Вы посмотрите, как это очень тяжело. Ну, далее. Если покаетесь, призываю вас, душе как минимум легче станет. Что делать, если в доме что-то нападает, что-то падает, всего ничего? Что делать, если в доме что-то падает, всего ничего? Праздно бывает. Поверьте, я сталкивался с такими. Телевизор во время освещения подлетал. Все что угодно было. И хозяева в омороке падали. Чего только не было. Поэтому освещать, конечно, нужно. Никого не заставляю, но призываю. Здравствуйте, у меня пять детей, и я их воспитываю. Подкреплю вас, Господи. Как кинуть деньги на храм? Не знаю, что вам ответить на это. Есть тут много храмов. В личке напишите. У меня нет, скажем так, счета на храм. Есть храмовая часть-группа в WhatsApp. Если кому-то будет интересно, пишите в личку, номер напишите, я вас приглашу. Тоже интересные темы обсуждаются. Иногда там бывает по необходимости, если люди захотят, то там сговариваются, в том числе, что для храма нужно. Спрашивают и приобретают. Мне лично деньги нужны. Я в плане храма, я делаю для храма. Остальные пусть уже по своей совести живут. Так, воспитываю одна и беременна сейчас. Хочу сделать аборт. Ни в коем случае не делайте. Вы же первого ребенка любите своего. Также вам нужен и второй. Потому что не было воли Божьей. Господь вам бы не дал этого ребенка. Он нужен вам. Не убивайте, не берите грех на душу. Вы потом всю жизнь будете жалеть. Поверьте, я вот максимум возраст возьму, который бабушка исповедовалась, ну, под 90 лет. Она всю жизнь в этом кается. Она всю жизнь об этом жалеет, что убила деточку. Она 25 раз об этом пожалела. Она миллион раз сказала, я бы его вырастила и любила бы, и он меня любил. Ни в коем случае нельзя. Даже если у вас 10-й был бы, все равно не нужно убивать. Вы лучше подумайте, почему он у вас появляется. По двум причинам. Или сожитель муж вас не совсем благоразумный. Или, простите за прямуюту, озабоченный. Или же вы неаккуратны. Или третий момент, вы хотите эту деточку, но не хотите себе признаться в этом. Поэтому не делайте этого страшного греха. Я вас просто умоляю. Деточки это ангелочки. Я их очень люблю. Аня. А передохраняться не профиль надо иногда. Но, опять-таки, тут я против контрасепции. Таблеток однозначно. Но остальное это уже по вашей ссорости. Юлия, веришь в Бога? Наверное, верит. Федор, не надо умничать. Здорово. О каких болезнях вы говорите? Может быть они у нас. У нас вегетостин, дистония и истощение нервной системы. Вообще нервная система наша истощается от нашей гордыни. Понимаете? Чем больше мы гордимся, тем больше у нас разрастаются, как плесень, грехи, тщеславие, зависть и тому подобное. И на фоне этих грехов у нас... Подождите, компьютер потух. На фоне этих грехов у нас и умножаются другие болезни. Вот относительно нервной системы, но, опять-таки, тут может быть и физиологическое, в чем вам помочь. А если чисто духовное, ну, как минимум, читайте канон покаянный, который призывает и побуждает нашу разум и нервную систему успокоиться. И Акафий, слава Богу, за все, поверьте, очень хорошо помогает для нервной системы. А самое главное, покаяние, таинство и причастие. Так, можно добавить вас, друзья? Пожалуйста, я практически всех в 99,9% добавляю, друзья. Здесь у меня более 2000 в Фейсбуке, более 4000 человек в Одноклассниках, в Инстаграме, на Ютубе, в канале. Я практически вся, ну, на Ютубе там подписчики, поэтому я там не выбираю, добавить, не добавить. И это же видео тоже я потом размещу на своем канале на Ютубе. Идите к врачам лучше. К врачам тоже нужно, конечно, ходить. Господь для того им и дал этот талант, чтобы они развивали и помогали людям. А лучше, не лучше, тут уже спорный вопрос. Так, сейчас следующее. Что батюшка на Крузе ездит? Этот нормальный объем двигателя 8 литров. У меня нету Крузака. Да, знаете, я вообще, честно говоря, мне Круз, Рэнкрузер не нравится. По мне так это, ну, дизайн однозначно немой, а внутри я был в этой машине, у моих знакомых друзей в Москве есть машина такая. Ну, по мне так это УАЗик такой, современно навороченный. Я больше такие обтекаемые машины люблю, дизайнерские. Так, дальше. Грех ли это, если у меня 5 детей и сейчас жду 6-го, я хочу сделать огромнейший грех. Вы убиваете человека в утробе своей, однозначно. А страдание, расплата за этот грех адский, просто не пожелаешь никому. Видя, как при тебе раздирается твой ребенок, ты понимаешь, что это ты когда-то дала одобрение на вот такое уничтожение его. Ни в коем случае. У нас в семье больше проблемы. У нас в семье большие проблемы. Ну, напишите в личке, мы, может быть, по скайпу с вами пообщаемся. Привет, земляк. Это что такое за земляк, Игорь Вячеславович? Ну, привет. Потом я посмотрю, что за земляк. Дальше. Я наркоман. Подкрепи вас, Господи, чтобы вы справились с этим недугом. Есть, скажем так, у меня опыт в священческой практике. Один человек 16 лет был наркоманом. С помощью церкви Бога он вышел с этой ситуации. И сегодня работает, семью создал счастье в своей семье. И у него уже стабильная давнешняя ремиссия. Дальше. Батюшка ездит на трояне, лент, крузе, это норм. Да пусть ездит хоть на чем. Мне, честно говоря, все равно, на чем он ездит. Лишь бы он свои пастырские обязанности выполнял в полноте своей. Потому что, понимаете, рейн-крузер это еще не показатель, что он какой-то зашиточный или богатый. Это может еще подчеркнуть, что он очень деятельный и трудолюбивый. И не факт, что он где-то, я в этом очень сильно сомневаюсь, что эти деньги он нашел благодаря, приобрел, вернее, этот рейн-крузер за церковные деньги. Вот так правильно будет сказано. Это смешно, честно говоря. У нас даже в Москве, в больших самых соборах, там, ну, может, до ста тысяч, может быть, там, наверное, предполагаю, зарплату у священника, ну, и то, сомневаюсь. В Москве, где, в принципе, там, 50-100 тысяч, это средняя зарплата. Здравствуйте, Олеся, дальше. Теперь рация уже есть в мире, есть, но как написано в Писании, кто откажется, тот будет, те будут изгнаны, не сможет ни купить, ни продать, да, к сожалению. Все сейчас сводится к тому, чтобы вывезти бумажные деньги, ну, тогда уже электронные, в том числе, и не сможем продать, ни купить. Не все в промысле Божьем. Скажите, если крестик у ребенка теряется, это плохо или наоборот? Без креста, конечно, плохо, а теряться он может по разным причинам, как духовным, так и материальным. Элементарно, слабое ушко, оно разгибается и теряется. Тут надо смотреть и с одной, и с другой стороны. Можешь, ребеночек гиперактивный. Невроз, невзоров, хороший, хороший человек. Наверное, хороший. Все люди хорошие. Другое дело, польза-то какая-то того же невзорова? Чаще всего поливает грязью. Ну, вот это уже вам решать, хороший, нехороший. Господь каждого человека, скажем так, породил добрым, хорошим человеком быть. А если он сам из себя делает какашку, это уже его выбор. Бог ему судья. Вы, когда умрете, куда попадете? В ад или рай? Ну, это Господу уже ведомо. Если хотите, я вам анекдоты эту тему расскажу быстренько, кратенько. Я, честно говоря, уже час двадцать общаемся. Значит, умирает водитель автобуса и батюшка. Ну, и приходят они к райским вратам, а Петр говорит, батюшка, вам не сюда, вам в ад. А вы, да, проходите. Он удивился. Как же так? Я же людям помогал, я же молился и тому подобное. Ну, и Петр говорит, батюшка, ну, вы же когда молились, как люди себя вели? Спали. А когда водитель автобуса ехал, все молились. Поэтому так. Ну, бывает разное. Бывает и наоборот. Дальше. Что робите, коли не веришь в Бога? Что делать? Что делать? С ума сойти. Я не знаю, как Бога нельзя верить. Понимаете? Если ты не веришь в Бога, ты веришь в то, что ты от макаки произошел. Но если ты ассоциируешь себя не с сотворением Божьим, более высоко и нравственно, начисто, то, пожалуйста, ассоциируй себя с животным миром. Поэтому заставить себя верить в Бога, ну, не знаю, это жизненный опыт. В жизни в любом случае ты поймешь, что Бог есть, и как жаль, что ты поздно в Него веровал. Где был Бог, когда 5 миллионов лет на планете жили динозавры, состоящие из такой же кровей кости, что и человек. Где был Бог? Да он их, по сути, и создал, этих животных. Понимаете? Момент так называемой эволюции. Ну, скажите, вот я вам скажу за динозавров свое частное мнение, никому не навязывая его. В чем оно заключается? Вот у нас был такой бум. Динозавры! Эпоха! Эволюция! Столько находили динозавров! Немерено! Как только динозавры стали неинтересны, ни одного никак не найдут, нового динозавра. Ничего вам не говорит об этом? Мне говорит. Пока они нужны были, пожалуйста, их находили. А как уже не стали интересны, не находят. Пока НЛО было интересно, пожалуйста, находили. И круги, и что-то не находили. И видео делали, и что только не делали. Как ни стали, интересна эта уфология. Все, теперь это не нужно. А Бог как был, есть, так и будет. Дальше. Благословите на дорогу я и завтрашнюю сделку по строительству. Батюшка, Бог благословит, помощи вам Божией. И англо-хранителя в дорогу. Расскажите о пятом и далее измерениях. Давайте я опущу очень долгая, большая тема. Дай Бог бы в этом измерении разместиться. Просто мне родственники сказали, что откажутся от меня, если я рожу шестого. Ну, если болящие родственники, а не любящие, то откажутся. Что за родственники, если они отказываются? Коран красивее, чем молитва ваша. Коран написан в 7 веке. О чем мы речь ведем? На основании той же самой Библии. Мухаммедом. Хорошо, я вам поясню. Пальт травы, это костница, которую разводят люди, сжигая не только траву, но и различный мусор, состоящий и пластикой, и туда, и тому прочее, производят данную манипуляцию. И что? Пальт травы. Для чего используют ее? А трава какая-то? Я, честно говоря, первый раз слышу. Благодарю за вас просвещение. У меня у младшей дочки, младшей больные почки, кому свечку ставить, за нее молиться. Вообще молятся чаще, в первую очередь, Господу, Божией Матери, а болящих молятся Целитию Пантелимону, Луке, Воине Синецкому, Крымскому. Ну и в первую очередь, читают молитвы матери о детях. Так, далее. Стоящие из пластика, полиуминей, в производе данную мекстуру, они манипуляции, они загрязняют воздух, что провоцирует религиозные болезни. Скажите, как вы относитесь к этому? Да как, конечно, негативно. Травят народ со временем, чтобы продавать воздух, в том числе. Я не удивлюсь этому, когда мы дойдем. Уже воду продаем в кулерах, потому что нормальной воды нету. Так и до воздуха дойдем. И меры борьбы с этим. Вообще есть целая концепция, ряд русской концепции православной церкви о экологии. Очень интересно почитать. Огромнейший пласт интересной информации. Одному ребенку семь и четыре другом. в один день потеряли все у них крестики. Ну, я считаю, что если вы православная мамочка Алисия, то вы их семилетний возраст, это уже исповедаться может. А четырех еще не нужно. Но как минимум причащаться и одному, и другому надо. Поэтому пойдете в храм, купите крестики и дадите им возможность соединиться со Господом. Не на славах, а на деле. Находят кости до сих пор. Я ни разу, честно не слышал. Я часто на ютубе листаю. Медиа человек, на самом деле. Ну, вот скиньте мне ссылку, я посмотрю. Вот честно вам, поблагодарю, если находят. Мне прям интересно, где же находят. Вообще есть такое, знаете, вот, что-то типа притчи. Один ученый спрашивает священника, как вы, говорит, относитесь к кому? К тому, что находят кости, которые миллион лет назад погибли эти динозавры. Он говорит, я думаю, говорит, Господь намеренно их сокрыл, чтобы сейчас мы нашли, чтобы проверить, кому мы больше поверим, ему или своим находкам. От него ли мы произошли, или от этих обезьян и тому прочее, в том числе динозавров. Ну, скиньте, я посмотрю, интересно. Что делать, когда не веришь в Бога? Молиться и каяться, и просить Господа вразуметь. Доброй ночи. Кто такие говисты? Как относится к этому? Как к этому относится церковь? Ну, скажем так, это иноверцы, христианского толка. Их еще и называют сектантами. С латинского секта приводится, как от колок, от целого. Они отрицают Христа как Бога. Они говорят, это Сын Божий. Но когда их спрашивают, что это Бог, они говорят, нет, это не Бог. Ну, я не знаю, как это возможно, чтобы был Сын Божий и не Бог. Они запрещают переливание крови, отчего, к сожалению, многие, в том числе, в всяких автокарстрофах, из-за потери крови погибают. Они говорят, что можно там брать плазму, свинячую, еще какую-то другую, то есть, не используя переливание крови. Ну, давайте, где вы эту плазму нанете вот в таком быстром моменте, еще и какое-то животное происхождение. Ну, это глупо. И в свете этого люди погибают. Они не признают крест. Хотя мы и в апостольских посланиях читаем, апостол говорит, по-моему, да, апостол Павел, что я горжусь тем, что на себе ношу крест Господний. Там много чу, каких можно привести примеров, что и крест есть, был, вернее, исторический, и основывается на Священном Писании. И другие, других много перечислить. Как вы относитесь к мусульманам? Да, ровно отношусь. Веруют люди, да и Бог им здоровья. Надеюсь, что они увидят свет Христов через пророка, как они его считают, Христа. Придут в лоно православной церкви. Я ко всем стараюсь хорошо относиться. Что сеешь, то и пожинаешь. Так, и обязательно носить крестик или полумесяц? Ну, если ты крещеный, православный христианин, как проявление любви к Богу, и как носитель своего вероисповедания, ты носишь крест. Если ты мусульманин, ты, наверное, носишь полумесяц. Вот. И об НЛО до сих пор говорят. Ну, говорят. Говорят и курдаят. Можно ли фапать? Я не знаю, что такое фапать. Хапать? Не знаю. Так. Кто канонизирует Григория Распутина? Да я, честно говоря, не знаю. Канонизирует ли. Понимаете, для канонизации не просто нужны какие-то чудеса, а огромнейший пласт должен быть. Если все-таки вникнуть в историю, то явно, что его убивали, его сначала утопили, а потом еще и после этого, когда он, скажем так, был жив, его еще определенным ритуальным образом, ножом уничтожали. Поэтому избивали и тому подобное. Конечно, это единственный человек был такой большой стеной и оградой для царской семьи. Но вот относительно канонизации тут очень много подозрительных, спорных вопросов. Поэтому это все-таки не моя область, не моя прерогатива, скажем так. Есть комиссия по канонизации Русской Православной Церкви Патриархии, и они эти решают вопросы. Это не просто так канонизирует человека, поверьте. Так, не верю и не в Бога, не в Иисуса, а сочувствую. Как вы относитесь к Патриарху? Как к предстоятелю, как к Отцу? Но сразу подчеркну, это не Бог. Для меня самое главное – встретить Бог Святые Отцы, и потом Патриарх, мой правящий архиерей. Но также у меня есть своя кукушка, чтобы как поступать правильно в той или иной ситуации. Почему Церковь не признает порчу и глаз? Почему не признает? Есть Бог, есть чистота, есть изглазы и почвы от лукавого. Другое дело. Почему это лепится? Потому что человек безбожен. И он как такой сосуд, в который, если не наполняется благодатью любую Божию, он наполняется всякой скверной, которая сам к себе и прилепляет. Все есть, всяко лукасы, и колдуны есть не шарлатаны, потому что у нас через одного. Тут маги всякие. Не всякие болящие люди, мягко выражаясь на голову. А именно есть и на самом деле не совсем хорошие люди. Что делать, когда не веришь в Бога? Еще раз говорю, каяться, молиться, что Господь в разумею. К чему постоянно снятся умершие, родственники и знакомые? Чаще всего, когда они нуждаются в молитвенной помощи, когда они находятся в аду, как в ситуации говорят. Чтобы мы помолились, поддержали их души. для этого снятся. Господь попускает, как помощника. Мы им помощники. Они уже себе ничем не могут помочь. Когда наша церковь выйдет из Всемирного Совета Церквей, я, честно говоря, не знаю, что она состоит там. Вот смотрите, я часть церкви, вы часть церкви, православная христианная. Вы состоите там? Я не состою. Мне она 300 лет не нужна. Я других вещах думаю. Вы, вот понимаете, вы задаете такие вопросы, как будто вам не нужна ваша конкретная душа. Вам нужно все, что вне ее. Не зря же Серафим Саровский сказал, стяжи дух мирит, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ну, зачем он это сказал? Он указал, что нужно внутри себя сначала разобраться, со своими грехами, потом смотреть уже на других. Когда? Состоит он там, не состоит. Вот хотите верьте, хотите нет. Я и не знаю, оно мне и не надо. Главное, что я стою у престола, я отвечаю за свою жизнь, за свою душу, и за те, которые у меня стоят за моей спиной. Вот за это я переживаю, как принести пользу и поддержать людей. А кто, где там состоит? Это их совесть. Я не состою. Вот я представитель Русской Православной Церкви. Я не состою. Остальным Бог судья. Почему решили стать священником? Во сколько лет это было? В 19 лет я пошел в семинарию, поступил. Почему стал священником? У меня отец священника. Но еще до того, как он стал священником, он входил в храм. И для меня это очень было приятно, для души. Я работал разных работ в бытовой технике, в Россети, но можно другие перечислять. И доходные работы имел. Но тем не менее, я чувствовал постоянную пустоту. Приходил в храм, помолился, и мне сразу становилось внутри хорошо. Денег всех все равно не заработаешь. Я молилась, верила, и в итоге мама одиночка, без работы, где времени, продуктов нет, где Бог. А при чем здесь Бог и то, что у вас нет работы, и то, что от вас ушел муж, предполагаю. Понимаете? Вот, говорят, вот войны, вот дети погибают, и тому подобное. что по вине Бога. Бог нам дал руки, дал разум. Разве не от нас зависит наша, в том числе жизнь? Разве не мы сделаем свободу выбора? Разве не мы до брака начинаем половые отношения? А потом, как снежиком, все это наваливается. В деревне нет работы, значит, если есть сродники, какие-то бабушки, значит, с деточек оставляйте с бабушкой, езжайте в город работать. Я не жду, пока мне принесут, я тружусь. Деточки это хорошо, но нужно, значит, думать, как их кормить. Деревня сельхохозяйственная, животноводчество. Нужно трудиться. Подкрепи вас, Господь, надеюсь, у вас Господь пошлет вам такого человека, прошу прощения, опять монитор потух, который поможет вам в вашей жизни. Поверьте, когда молишься, всегда Господь управляет, помогает. Но опять-таки, когда мы к нему обращаемся, а не когда ждем маны с неба. Простите за глупость моей бабушки, периодически снится бабушка, это значит, что она в аду, это значит, что нужно о ней помолиться. Чаще всего, я один из вариантов назвал, что чаще всего они для молительной поддержки. Порой они в добром смысле этого снятся, опять-таки, понудив нас к вспомнить, что у нас есть душа, которая пойдет к Богу. Вот в этом плане тоже можно расценить. Но мудровать не стоит. Через сон может и лукавый нас соблазнить. Младший брат отошел от веры, думая, что влияние интернета. Ну да, к сожалению, интернет очень пагубно на многих влияет. Можно ли молиться за упокой души некрещеного. Но если это не суицидчик, то в принципе частной молитвой можно молиться. Особенно святому мученику Уару. Мы, мы, что мы, что мы, что значит она, это значит в аду, мы, не знаю, что вы имели ввиду, одна я совсем. Ну, мне искренне печально, ну, поверьте, ну, миллионы людей, которых тоже остаются без мужа, с детьми, без работы, но выходят из этой ситуации, потому что они не опускают руки, они борются за жизнь, за свою душу, за будущее детей. Поэтому нам нужно держаться, потому что многие держатся за нас. Так, ё-моё, церковь уже к нам в ВК пропагандирует. Не хотите, не смотрите, пропагандирует или нет. Соцсеть это, скажем так, площадка, на которой можно общаться. Я так понимаю, что вы зашли по своей доброволии. Не хотите, не заходите. Дальше. Да, молитва помогает. Здравствуйте, поскажите, пожалуйста, какие молитвы нужно читать, чтобы сдать экзамены. Чаще всего молятся Сергию Радонискому в учёбе и иконе Божьей Матери пробавления ума. Так, Барет, ну, не знаю, что вы имеете в виду, проповедник, священник. Сколько у нас было, скажем так, историю церкви, сколько у нас с 988 года прошло времени, а люди деградировали за десятки лет. За тысячи лет мы развивались, за десятки деградировали. Ну, всё, я так понимаю, это последний вопрос. Спасибо, Алина, и вам спаси, Господи. Всё, это максимальный, скажем так, рекорд, который был в моём общении, час сорок. Благодарю всех, кто был в общении со мной, задавали вопросы, я сегодня даже некоторые подготовленные вопросы не читал, которые мне по интернету здесь в личку присылали. Надеюсь, для кого-то из вас было болезненно. С вами был священник Константин Мальцев. Храни вас, Господь, с Богом.